В следующий год он объявлен у нас в движении Годом Ученичества. Вы знаете, что христианство и ученичество – это одно и то же. Первых учеников, первых христиан, первых людей, которых начали называть христианами, их начали называть в Антиохии, и это были ученики. Это были ученики. И я верю, что в следующем году мы будем больше похожи на учеников. Чем отличались ученики? За Иисусом всегда шли толпы. Но толпы никогда не вдохновляли Иисуса. Однажды Иисус шел, и за Ним шла толпа людей, и Он повернулся, и Он посмотрел на Ним. И Он сказал такие слова, очень жесткие слова. Он сказал, если кто-то идет за Мной, и если Он не возненавидит всего, что есть у Него. Домов, семьи. Страшные слова. Но знаете, что он сказал? Он говорит, что Он не достоин. То есть, знаете, жизнь, которую дает Бог человеку, она достойна того, чтобы посвятить Ему все. За Иисусом всегда шли толпы, и люди шли по разным причинам. Кому-то нужно было исцеление, Иисус исцелял и продолжает исцелять тех, кому нужно исцеление. И в этом нет ничего зазорного, когда человеку, он говорит, мне надо исцелеть. Кто-то шел за Ним, потому что ел хлеб и насытился. И в этом тоже нет ничего плохого, потому что Бог, Он восполняет нужды и любви. Вот у нас сегодня, это второе служение, первое служение, это был золотой век. Было 350, сколько человек? 356 человек. И 11 человек примирились с Господом. И 300 с чем-то, сколько там, 338 людей не получили пакеты, помощь, продукты. И это то, что должно быть в церкви. Аминь. Но поймите, есть толпы, которые охотят. А есть ученики, которые служат этим толпом. Аминь. Не все те, кого исцелил Иисус, они стали учениками. Не все те, кого Он освободил от бесов, кого кормил, они стали учениками. Но быть учеником, это такая вообще привилегия. Аминь. И знаете, во что я верю? Я верю в то, что Бог, Он хочет, чтобы каждый из нас был Его учеником. Аминь. Аминь. И поступать и распространять это учение. Аминь. Аминь. Знаете, некоторым людям, ну как некоторым, всем нам нужен Бог для того, чтобы Он нам помогал в жизни. Аминь. Но когда человек становится учеником Иисуса Христа, то Бог, Он начинает открывать ему другие тайны. Знаете, Бог всем дает веру. Но с учениками Он делится тайно. Однажды ученики спросили у Него значение притч. Иисус сказал, Он говорит, что вам дано знать тайны Царства Божьего. А для них все это в притче. Понимаете, когда человек становится учеником, именно вот это состояние, это состояние, когда Бог становится с человеком более откровенным на те темы, на которые он с другими не говорит. Понимаете, о чем идет печь? Вот есть темы, с которыми ты не говоришь со всеми на эти темы. Но есть люди, с которыми ты можешь на эти темы поговорить. Ты можешь поделиться с ними. Ты можешь советовать их спросить. Ты можешь узнать, что. И знаете, что значит быть учеником? Это не просто придумать для себя какую-то жизнь, какую-то судьбу и попытаться заставить небеса работать на свою мечту. Быть учеником – это значит узнать Божью мечту и работать на его мечту. Знаете, когда Бог нас спас, когда Бог нас призвал, Он нас призвал для того, чтобы Царство Божье проявлялось здесь на земле, так как оно на небе. Аминь. Иисус сказал, когда вы молитесь, молитесь так. Отче наш, Сущий на небеса, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, так как на небе. Аминь. Аминь. Мы каждый день говорим, пусть придет Царство Твое, и говорим, пусть будет воля Твоя, Господь, пусть будет воля Твоя. Аминь. Аминь. Когда один молился, я говорю, нехай будет воля Твоя, а Маруся, нехай будет моя. Мы говорим Богу, пусть будет воля Твоя, а сами живем по своей воле и говорим, благослови, благослови меня, сделай вот это. Аминь. Бог хочет, чтобы то, что на небе, оно пришло на землю. Аминь. Аминь. Знаете, один из способов изучения Библии, это изучение личности. Ты берешь, например, Давида, и ты изучаешь всю его жизнь. Как он жил, как он встретился с Богом, какие у него были проблемы, что Богу нравилось, что Богу не нравилось. Чего он достиг. Потому что Бог открывается там. Если ты будешь исследовать жизнь Моисея, ты увидишь, что Бог, он сразу не открывал ему какие-то тайны. Но он призвал его, и если Бог призвал тебя, если ты показываешь, то он призвал тебя к тому, чтобы твои отношения с ним, они развивались. Аминь. 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 И сделал ли ты хоть шаг вперед к своему высшему призванию? Тебе есть высшее призвание. То есть люди говорят о призвании, и они что-то придумывают. Есть высшее призвание. И высшее призвание, оно пожизненное. Это быть учеником Иисуса Христа. Даже его ученики, которые стали апостолами, они все равно оставались учениками. Потому что если человек перестает быть учеником и перестает брать свой крест, который есть в пересечении воли Божьей, воли человеческой, где он распинает свою волю и идет туда, куда Бог хочет, то тогда его апостольство можно перечеркнуть. Тогда его пасхарство можно перечеркнуть. Тогда его достижения можно перечеркнуть. Потому что наивысшее призвание – это быть подобным Христу. Аминь. Это не погоны, наивысшее призвание. Пасхарство – это не деньги и тимити. Это не слава человеческая. Павел говорит, я стремлюсь познать его. Как он познал его? А он не сказал, я стремлюсь побольше церквей. Но он стремился и открывал почки. Но он не сказал, я стремлюсь к тому, к тому, к тому. Но у него было много целей. Но он говорит, но он неясен и выше. Если нашей целью не является стать подобным Христу, то значит у нас неправильно расставленный приоритет. Аминь. У нас может быть огромная цель. За этот год мы выросли где-то на 300 человек. Много это или мало, я не знаю. Но на данный момент у нас, ну, если все собрать уже под полторы тысячи. Но у меня вопрос. Если сейчас придет Иисус, кто пойдет на небо? Сколько человек пойдет на небо вообще? Я понимаю, что 90% это вообще тут не волнует. А меня волнует. Знаете почему? Потому что я хочу, чтобы побольше пошло. Аминь. 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 Поэтому церковь, она должна расти, спасать людей. Это однозначно, это да и аминь. Но мы должны становиться учениками. Аминь. Некоторые люди говорят, я хочу узнать свое призвание. Твое призвание, становись учеником, и Бог ведет тебя в свое призвание. Аминь. 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 Потому что, если ты будешь слушать Его, Он приведет тебя туда, куда Он хочет тебя привезти. Аминь. 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 тема говорит. Знаете, вот скажи честно, тебе вот интересно вообще? Пошлем на миссионеров по всему миру в мире. Вот ты думаешь об этом вообще? Каждый день. Если ты думаешь об этом, то, скорее всего, ты призван встать в миссионер. Аминь. Наш круг интересов такой маленький, что мы Бога туда не пускаем. И Богу трудно иногда с нами говорить, когда тебе с ребенком-то разговаривают, и ты понимаешь, нету смысла. Нет, Тимоша был маленький, и все, что я мог делать, у него бывало там ночью болит живот. И я сидел с ним всю ночь. Я его брал на руки, включал на ноутбуке мультики. И все. И мы сидели и смотрели мультики. Вот такие у нас были отношения. И обычно он в 4 утра, в 5 усыпал, а утром мне надо было идти на певрескую школу и 4 часа там проповерить. И если бы я его начал расставить, и начал бы говорить, сынок, послушай меня внимательно. видишь эту розетку? Не вздумай, куда лазит. Потому что от этой розетки идет кабель. Его не видно, он замролит. Он идет, 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 идет. И потом идет, вот, столбы. Видишь там столбы? Он там идет. И потом он идет даже на электростанцию. И потом он идет. Я его бы смотрел, он бы ничего не понял. И сказал, папа, что случилось? И поэтому я с ним говорил, я говорю, не смей лезть в розетку. Понял? Понял. Вот так, что Бог иногда говорит, не ходи туда. А че? Долго объясня. И все равно ничего не понял. Но сейчас иногда, он сейчас учится в компьютерной академии, иногда он такой выкуливает, теперь я не могу понять. И Бог говорит однажды Моисею, он говорит, послушай, я что-то тебе покажу. И он показал ему духовно-мирецкий. И он сказал, то, что ты видел, я хочу, чтобы ты сделал это на земле. Потому что тогда я там буду жить. Я хочу быть со своим народом. Я хочу жить со своим народом. Но мне нужно, чтобы то, что на небе, оно было исполнено на земле. Аминь. И тогда явится слава. Понимаете, жизнь с Богом, это жизнь от кровей. То, что Бог тебе открывает, ты это воспроизводишь. Не просто, вот сейчас это я придумаю, сейчас я наверну себе такую судьбу, чтобы Бог скажет, тут ты шо? Красавец. Бог уже все придумал. Лучше, чем ты и я придумал. Аминь. И он сказал, давай. Он пришел, и он сказал, так, должно быть вот это. Должно быть вот это. Должно быть вот это. Давайте золото. Давайте кожу. Давайте медь. Эти, я видел это на горе. Это есть царство. Эти должны быть мягкие. И они должны быть забиты, коля, землю. Но они должны быть не полностью забиты. они должны торчать. Эти кожи, они должны быть покрашены. Голубой цвет, красный цвет. Одна должна находить на другую. И вот само устройство скиньи, это не то, что придумал Моисей. Это то, что он увидел на небе. Это то, что Бог ему открыл. И он это сделал на земле. Аминь. Аминь. И когда он сделал, в исходе написано в последней главе, что когда он сделал последнее, слава Господня наполнилась гимн. И никто не мог войти, потому что там был Божий Иисус. Понимаешь, когда ты делаешь то, что Бог хочет, что ты делаешь, тогда туда приходит Бог, туда приходит сила, туда приходит благословение, туда приходит победа. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот перед этим, можно перед этим пристретить с ним? И так окончил Моисей дело. Аминь. И покрыло облако скинь. Аминь. В послании евреям написано, что Бог ему сказал, смотри, сделай все по образу, увиди нам у тобой на горе. Аминь. Это Бог дал план Ковчеда ноль. Это Бог дал ему план Ковчеда, и поэтому человечество было спасено. Это Бог дал план скиньи, Моисею, и поэтому весь мир будет судиться по десяти заповедям. Да не все равно, в кого ты веешь. Да не все равно, кто твой гуру. Тебя будут судить по десяти заповедям. И только Иисус тебя сможет спасти. Потому что никто не может исполнить эти законы. Постоянно. Всю жизнь прожить и ни разу не согрешить. Даже в мысли. Я исповедусь перед вами. Я сидел в мыслях грешил. А вы же не грешили? Это Бог дал план храма, и когда храм построили, слава Господне Аминь. Это Бог дал идею Иосифу, и он спас от голода всю землю, и он собирал 20%. Это Бог дал. Он не карманы себе набивал, он делал дело Божье, и благодаря этому делу, он стал спасителем мира, и правом за Иисуса 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 иисуса. Аминь. Я хочу, чтобы мы сейчас одно место посмотрели. Это Ах, дорогие мои свидетели. Ах, дорогие мои свидетели. Привет. Однажды Яков он лег спать среди поля. Вообще такие люди раньше смелые были. Вот представьте, где-то там подгородье вышел туда, в лес, и лег спать. вот я вам серьезно говорю, я бы не спал. Потому что там звери. И звери. Может табор какой-то приятный. А вот бандиты какие-то приятные. вот звери какие-то пьетные. Он лег спать. Еще второе, что удивительное, вместо подушки он камень положил. Лучше уже без подушки спать. Положил камень под волок, чтобы мягче было. вот, все человек идем спать на том месте. Видел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и не сходят под ним. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь, Бог Авраама, отца твоего, Бог Исаака, не бойся, землю, на которой ты лежишь. Нормально. Крылья не получил. Надо найти кусок земли и лечь. Землю, на которой ты лежишь. Я дам тебе и потомство твоему. И будет потомство твоего, песок, давай следующий. И вот я с тобой Аллилуйя. Иотов пробудился от Астасова и сказал, истинно Господь присутствует на месте все, а я не знал. Это Киркоров содрал эти слова. Я не знал, что я не убрал. И убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не иное, что дом Божий это врата небеса. Давай. И налег Иаков это место имя Лефир. Лефир это значит дом Божий. И положил Иаков в бед, сказал, если Господь Бог будет со мной, сохранит меня в пути, в которые я иду, даст тебе хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня, ну, у меня это будет домом Божьим. из всего, что ты Божьим даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Иаков, он объяснил нам, что такое дом Божий. Это место, где присутствует Бог. Аминь. Это место, где явился Бог. Он проснулся и говорит, это страшное место. Он говорит, это место, где врата Божьи. Это место, это дом Божий. Представьте, там ничего нет. Он поставил этот камень памятника, и он сказал, здесь будет дом Божий. Аминь. Потому что и он назвал это место дом Божий. Там не было дома Божьего. и дом Божий, мы знаем, что это не здание, но он заявил, дом Божий это мы. Но тем не менее, он сказал, если Бог сохранит меня, если Бог благословит меня, он говорит, на этом месте будет дом Божий. И говорит, из всего, что ты дашь мне, я отдам тебе 50 чай. это не был закон, это не был закон, законом еще не пахнули, но они как-то понимали, Авраам как-то понимал, Ряда как-то понимал, они заключали в полном заветы, это было его личное решение, не то, что пост, но когда человек имеет близкую встречу с Богом, он принимает обязательно какие-то решения. И вы знаете, он сказал, в духовном мире, в духовном мире это дом Божий. И он говорит, я сделаю, что он будет домом Божьим и в мире физически. Чтобы люди могли прийти и встретиться с Богом. Чтобы люди могли молиться, чтобы люди могли собираться, общаться. Намного больше людей познают Бога. Если будет мест, аминь. Знаете, у меня есть такое уже не желание, а решение, то в следующем году мы будем очень сильно стараться, чтобы построить или начать строить дом Божий. Аминь. Аминь. Потому что здесь собрались люди, которым Бог явился. Аминь. Если вы не Бог, то многие из вас уже были бы мертвы. Аминь. Но Бог явился не по миру. Аминь. Если вы не Бог, вы были бы в этом соблуждении, если вы не Бог, то не дай Бог. Аминь. Будет воля твоя и на земле, как на небе. Аминь. И на земле, как на небе. Я не хочу там сейчас рассказывать какие-то вещи, но я хочу одну такую вещь сказать. И пророк одет. Пророк говорит, говорит, наши все планы они разрушают, у нас не получают. Мы сеем много, пожидаем мало. Зарабатывающие платы зарабатывают для терялого кошелька. И Бог говорит, это за то, что дом запустить. вы каждый бежите к своему дому. Но у вас должно быть то, что вас будет объединять. Неважно, сколько ты веришь. Неважно, в каком ты служил. Дом Божий должны, если мы беремся за дом Божий строить, то мы должны строить его все. Аминь. Потому что Бог дает столько благодати, сколько нуж. Потому что без тебя нет полноты. Когда есть место, где Бог являет, где Бог проявляет, а много людей могут встретиться с Богом. Я верю, что настоящий дом Божий, конечно, это мы. Но вы знаете, на данный момент, если бы у нас было здание, у нас хватало бы света содержать свое здание, а не отдавать кучу денег, вообще непонятно кому, непонятно туда. Твои дети однажды, они не будут молиться и мечтать о том, что у них будет здание, они придут. Аминь. Я не желаю своим детям, следующим поколениям, тех же трудностей, через которые мы проходим. Аминь. Знаете, в детстве я все время часто слышал от пожилых людей, вам Сталина надо, нету на вас Сталина. Послушайте, да, вы прожили тяжелую жизнь, но не желайте этого своих детям. Аминь. Они должны стартовать с того, с чего мы закончили. А не просто ходить по кругу и опять начинать, и опять начинать, и опять верить, и опять скитаться. Бог хочет привести в обедованную землю. Аминь. 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 Я хочу, чтобы мои потомки, они жили лучше, чем я. Аминь. Но больше всего я хочу, чтобы они знали Бог. Потому что я знаю, что это жизнь, это пар, а есть жизнь вечная. Аминь. Аминь. И я верю, что Царство Божие, оно начинается здесь, на земле. Аминь. Аминь. И мы молимся и говорим, пусть будет Твое Царство. Знаете, о чем? Хочу молиться, человек. Чтобы Царство Божие, оно было во всех сферах наших. Аминь. Иисус Он Царь. И я хочу, чтобы Он Царствовал на престоле моего сердца. Аминь. Я не хочу, чтобы в моей жизни Царствовал грех. Я не хочу, чтобы в моей жизни Царствовала ненависть. Я не хочу, я не хочу стать вступником. Аминь. Поэтому я хочу, чтобы Иисус Царствовал лежит. Аминь. Я хочу, чтобы Он был Царем моей семьи. Я хочу, чтобы Он был Царем в моей Духе. Чтобы Он был Царем моих чувствах, моих мыслях, моих денег, моих финансов. Во всем пусть он будет Царем. Аминь. Аминь. Я знаю, что то, куда Он идет, я никогда до этого не дойду. То, куда Он думает, я никогда до этого не додумаюсь. Но я могу быть просто рядом с Ним. И я буду там, где бы я без Него никогда бы не был. Я смогу победить тех врагов, которые бы без Него я бы никогда бы не победил. Аминь. И поэтому каждый день Он сказал, вы должны молиться, пусть придет Царство Твое, и пусть будет воля Твоя на земле, так и на небе. Аминь. Халилю. Халилю. Давайте сейчас мы будем молиться. Если вы принесли сюда свои планы, свои цели, я хочу, чтобы мы молились вместе об этом. Потому что в Библии написано, чтобы мы открывали свои желания перед Богом. В этом нету криминала. В этом нету преступлений. В том, что ты хочешь жить лучше. В том, что ты хочешь состояться, приносить плоды в этой земле. В том, что ты имеешь желания свои. Бог тебя таким создал. Бог создал нас по своему образу и подобию. Он дал нам свободную волю. И я верю, что мы будем сегодня молиться. И за год очень многие люди, они увидят, что они получат то, за что мы сегодня молимся. Аминь. Но я хочу так же, чтобы мы помолились о высшем призвании. Это быть христианом. Это быть подобным. Это быть его учеником. Идти за ним, взяв свой крест. И это то, что нас будет всегда объединять. Мы никогда не будем одинаковы. У нас у всех разные запросы. Я помню, там один брат, он женился на одной сестре в церкви. И она занималась раньше церковым. И она такая, куда, куда была. Она не могла съесть даже целый сникет. Ей хватало на день пол сникетов. Ему за один присест сковородки жареной картошки не хватало. Надо было ее подмолодеть обязательно. Сало, там, саренье. И потом еще шлифануться, пигмирую, пирожками. И вместе, вместе, как раз получалось нормально. И он говорил, у меня такая классная жена. Потому что он понимал, если бы она ела столько, сколько он, началась бы экономическая катастрофа. Ну, не в семье. Мы все разные. Но, тем не менее, они любили друг друга. Он огромный, у него такие руки. И она говорит, он так с работы приходил, с шахтой. Говорит, я сижу надевать. Они жили в однокомнатной квартире. И он говорит, так, я сейчас помолюсь, мне сейчас идти и чекают. И он начинал молиться. И он включал прославление. И начинал танцевать. Я уже тут такой, пух, 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 пух. Говорит, я думал, полк рвается. Говорит, я сижу, мне так неудобно. Я не знаю, куда мне везти. А он славит полно, танцует. А она такая застенчивая, смотри. Понимаете, любовь, она все покрывает. Когда у нас есть наивысшая цель. Найвысшая цель, Иисус сказал. Идите и научите все народы. Будьте моими учениками. У нас есть то, что нас объединяет. Кто-то не хочет быть богатым. Я не знаю, может это плохо. Но я не хочу быть богатым. Представляете? Кто-то его знает, может это благодать. Может я бы уже рог был в мочилке. Если бы я хотел бы быть богатым. Я не хочу быть богатым. Это правда. Но я не хочу быть и нищим. Есть люди, они успешные. Слава Богу, кому-то яблоко в день хватает. Не в этом дело вообще. Живи как тебе, как Хор. Живи как вообще ты хочешь. Скоро свою жизнь, как ты хочешь. Но не забывай, что Иисус, Он нас спас. Для себя. Есть высшее призвание у нас. Это быть богатым и Ему. Это быть учеником. Это такая честь. Это такая привиление. Любой человек на этой земле, он может достичь таких целей, но никто без него не может стать учеником. И Бог дал тебе это привиление. Аминь. Без него люди летают в космос. Без него люди становятся миллионерами, миллиардерами. Без него. Да, без него у людей бывают нормальницы. И без него есть люди, которые не курят. Знаете, когда люди ходят, говорят, что по всем скажем, ну я не кую. Молодец. Но я не думал, что это наивысшее призвание, для чего тебя призвал-то. Лучше ты курил. Спасибо. С этого я разлю по городу, и я тебе идёт мужик. Я, видать, у меня вот кто-то разочарование какое-то в жизни. Он такой идёт по улице, что-то там вормочет. Он такой на другую сторону смотрит, и там в другом случае печатает. Дай закурить. Он такой. Я не курю. Лучше б ты не ел. Его своё вам запекли. Понимаете, если у нас нет того, что нас объединяет, у нас всё время будут какие-то споки, мы всё время будем хотеть, чтобы кто-то жил теми же целями, которыми мы живём. Но поймите, есть Иисус, который нас объединяет. Всё остальное. Это вторичное. Это важно. И это твой выбор. Главное, чтобы ты был счастлив. Аминь. Я видел разных людей. И я хочу вам сказать, есть богатые люди, они очень несчастны. Но бедные они все, не счастливы. Поэтому я верю в процветание Бога, но не то, чтобы это заменило тебе Бог. Аминь. Давайте мы помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы воздаём тебе всю славу на то, что ты избрал нас во Христе, дал нам новую жизнь, дал нам новую судьбу, дал нам высшее призвание. потому что твоё слово говорит, что те, кого ты избрал, те, кого ты призвал, ты это сделал, чтобы мы были подобны образу Сына Твоего, как написано в послании Рима, восьмой главе. Мы просим тебя в Дух Святой. Соедини нас под головой Христом. Мы все разные, но мы хотим быть увлечены тобой, следовать за тобой, быть Твоими учениками, во имя Иисуса Христа, благословительства. Дай нам в следующем году выйти из младенчества, выйти из детства, вместить друг друга, дай нам единство. Соедини нас, Господь, целью познания Тебя, дай нам благодать для того, чтобы в следующем году мы могли построить дом, где проявлялась Твое слава, Твое присутствие. Мы молимся, чтобы найти эту землю, мы молимся, чтобы сверхъестественно Ты благословил свой народ финансами во имя Иисуса Христа. Халлилуйя! 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 Дай нам благодать, Халлилуйя!